Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с художниками, с их работами Макс Лефокт. Немецкий художник, импрессионист и график, сценограф и иллюстратор. Макс Лефокт занимает особое место в пейзажной живописи. Вместе с Ловисом Коррентом и Максом Либерманом с Лефокта относится к последним представителям пленэрной живописи. Родился в Германии в 1868 году. К концу 1890-х его палитра стала ярче. В 1900 году он снова отправился в Париж, где был представлен в немецком павильоне Всемирной выставки с работой Шехерезада. И на него большое впечатление произвели картины Эдуарда Маннея. В 1114 году путешествовал по Египту и Италии. Результатом поездки в Египет стала 21 картина маслом, в свежем ярком стиле, а также многочисленной акварели и рисунки. На обратном пути он остановился в Италии. В июне он приобрел загородное поместье, но и касты. После начала Первой мировой войны был направлен в качестве официального военного художника на Западный фронт. Опыт войны привел к поиску нового стиля, подходящего для выражения ужасов войны. В том же году он стал членом Прусской академии художеств в Берлине. В год войны работал художником на Западном фронте. После войны работал сценографом, в том числе над декорациями к Дону Жуану Моцарта в государственной опере Дрездена. В последний год своей жизни работал над религиозной фреской Галгата в Церкви Мира в Людвисхаффене на Рейне. Церковь была разрушена в результате бомбардировок во время Второй мировой войны. Умер Макс Лефокт в Лейнсвале, в то время части Баварии. Ну вот так вкратце о немецком художнике-импрессионисте, графике, сценографе и иллюстраторе Макс Лефокт. Прожил 63 года. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Всего хорошего. Данные из переводной Википедии. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok